Добрый вечер, дорогие! Я вас приветствую! Напишите, пожалуйста, как меня видно и слышно. Всем привет! Как вы меня видите и слышите? Передаю вам привет из Краснодарского края. Кубанский привет вам летит! Так, друзья, я не вижу... Вы пишите, добрый вечер. Напишите, как меня видно и слышно, чтобы я понимал. В чате напишите, пожалуйста. А, видно, отлично и слышно. Вот, сейчас увидел, видимо, задержка небольшая. Ага, хорошо. Так. Как-то я не посерединке сижу, да? Вот. Дорогие, прежде чем мы начнем, у нас есть традиция на наших эфирах, у нас есть такая добрая традиция. Напишите, пожалуйста, откуда вы и напишите пожелания участникам, потому что пока будет идти этот эфир, мы будем в одном поле энергетическом, в одном энергоинформационном пространстве. Поэтому напишите, например, так, Михаил, Краснодар, всем любви, да? Или там, какое пожелание у вас на сердце. Сегодня у нас очень важный эфир, и нас уже 1082 человека. Вы можете лайкнуть нас, да, чтобы наш эфир был таким любвеобильным, да? Хорошо, я вижу много пожеланий, у нас очень большая география, Европа, Северная Америка, все страны, которые я только знаю. Я говорю, наше отечество, все человечество, мы верим, что мы все дети Бога, мы верим, что мы все любимы творцом, высшими силами, независимо от нашей национальности, религии, да, вероисповедания и цвета кожи. Поэтому мы любим и принимаем всех, да, и всех рады видеть. Дорогие, ну, кто не успел, тот подойдет. И буквально через одну минутку мы начнем наш эфир. Дорогие, если кто забыл, что здесь происходит, какой эфир сегодня здесь у нас. Сегодня у нас вебинар на тему «Как найти свое призвание». Сегодня я поделюсь с вами как теми принципами, которые мне дались выше, как мы можем найти свое призвание, опознать его и как мы можем войти в него. И вообще для чего это нужно, почему это важно. Дорогие, вы даже не представляете, сколько лет я шел к этому эфиру. Вы даже не представляете, сколько раз мне писали в личку, говорили, Михаил Агеев, ты хорошо объяснил там про закон притяжения, ты хорошо про ангелов объяснил. А что по предназначению, что по призванию? У тебя даже медитация есть, активация призвания. А где вебинар? Объясни. Друзья, я никогда не провожу вебинары просто так, потому что оно нужно провести. Если вы смотрели мои вебинары, вы, наверное, заметили, что они не из книг, потому что многие ведут вебинары, прочитают книги, посмотрят других мастеров и ведут, ретранслируют, копируют. Я никогда просто так вебинары не провожу. Прежде чем его провести, я эту тему как ребенка вынашиваю, чтобы мне не только дали информацию, но чтобы мне дали вибрации и чтобы мне дали настройки, чтобы этот вебинар начал, распаковал вас и начал работать в вашей жизни. Например, у меня есть вебинар о том, как мы формируем свою реальность, ключи сотворения твоей жизни. Первая часть и вторая часть. Я его вынашивал несколько лет. И люди смотрят и каждый день пишут благодарность. Моя жизнь меняется, мышление меняется, обстоятельства меняются. Потому что там не только информация. Дорогие, почему я и говорю, что мои вебинары нужно смотреть по семь раз? Потому что они многослойные. Я передаю не только информацию, я передаю настройки, я передаю вам вибрации, я передаю вам ключи, чтобы ваша жизнь изменилась, чтобы она стала лучше, чтобы она стала благополучнее, чтобы здоровья было больше, радости, мира, покоя, всего. Поэтому я несколько лет эту тему вообще не поднимал. И только в этом году у меня все сложилось, мне все показали недостающие пазлы. Поэтому, знаете, это будет серьезный вебинар. Обычно у меня вебинары такие, я там часто много шутить начинаю, там, ну, такие мотивация, вдохновение. То этот будет такой, знаете, это один из таких вебинаров, от которого вся жизнь наша зависит. Такие базовые истины, такая глубину вам покажу. Как выглядит наше призвание в мире энергии, как это выглядит в духовном плане, на тонком плане, дорогие. Поэтому еще раз скажу, что этот вебинар вам надо в семь раз посмотреть, чтобы все это у вас открылось, распаковалось, заземлилось в вас и чтобы была вам польза. Хорошо, дорогие. И первый вопрос, первый вопрос. Что такое призвание человека и откуда оно приходит? Если вы откроете там Google, интернет, поисковые системы и забьете, что такое призвание, то чаще всего выскакивает такое определение, да, из энциклопедии, из открытых источников. Пишет, что призвание, вообще призвание это слово латинское, от латинского слова произошло. И это латинское слово, знаете, как переводится? Призыв, призыв, вызов. Тебя кто-то призывает, тебя кто-то куда-то вызывает. И вот пишут, что призвание это внутреннее влечение к какому-либо делу, какой-либо профессии или какой-либо деятельности. Вот так вот пишут. И в принципе здесь много правильного. Но пишут только половину. То есть психологи, социологи, да, общественные деятели, они пишут, что это внутреннее влечение, да, какой-то профессии, какой-то деятельности. Это правильно. А теперь вопрос. А откуда это влечение берется? Почему у одного человека это влечение, а у другого человека совершенно другое влечение к другой сфере? А я вам скажу, это внутреннее влечение происходит от того, что призвание нам дается до нашего рождения. Призвание дается Всевышним. Призвание дается Творцом до нашего рождения. Друзья, сегодня сложный материал, поэтому, чтобы вы не заснули, мы будем немножко интерактив делать. Давайте скажем, призвание дается мне Творцом до моего рождения. Повтори прям слух, чтобы это закрепилось тебе. Призвание дается Творцом Всевышним мне до моего рождения. Совсем недавно я был в медитации. Это как один из недостающих пазлов, понимание этого вопроса. И я увидел так в доме, где наша душа находится со Всевышним до того, как она проявится, до того, как происходит инкарнация здесь на земле. И там такой, как совет. И Всевышний дает нам это призвание. Он дает нам, говорит, вот есть такая миссия. Ты пойдешь. И вот знаете, что мне показали? Что призвание дается Всевышним абсолютно, но оно не дается принудительно. Мы его подтверждаем. И мы можем отказаться от него и выбрать другое. Это точно. Но Творец настолько любящий, настолько глубокий, настолько многогранный, настолько знает нас лучше, чем мы себя знаем. Вы знаете, что вы Творца ничем не удивите. Вы знаете, что нет ничего такого, чего бы он о вас не знал. И вы знаете, что он желает вашего успеха больше, чем вы желаете сами себе успеха. И обычно, когда он говорит, вот такое призвание я тебе предлагаю, обычно оно такое, что мы сразу соглашаемся. Но можем и переиграть на другое. Но оно приходит от Творца. Поэтому можно так сказать, что призвание – это индивидуальный план нашей души на эту конкретную жизнь. И этот план дается Всевышний. Индивидуальный план нашей души на эту конкретную жизнь. Призвание дается на одну жизнь. Теперь мы подходим к следующему архиважному моменту. Друзья, почему нам важно узнать свое призвание? Почему нам важно определить свое призвание? Это важно, потому что к призванию… Вот тебе дается призвание Творцом. И когда ты еще не родился, тебе дали это призвание. И к этому призванию Всевышний дает тебе определенную личность. Вы знаете, что у нас есть Высшее Я. Это наша душа. Это частица Бога в нас. Это память всех воплощений. Это Высшее Я. И есть Низшее Я. Низшее Я – это наша личность на одну жизнь. Вот личность, да? Так вот, когда нам дается призвание, нам в это же время, сразу после этого, нам дается личность. То есть определенные способности, определенная энергетика, определенный темперамент, определенный психотип тебе дается Всевышним, закладывается конкретно под это призвание. Вы слышите меня? То есть тебя, как твою личность, как собирают для того, чтобы вот эта личность, чтобы у нее были эти способности, эти энергии, этот темперамент, который соответствует этому призванию, который будет помогать, чтобы эта личность, ей было комфортно исполнять это призвание. То есть наша личность собирается, выбирается под каждое воплощение, под конкретное призвание, которое нам дано. И я думаю, вы со мной согласитесь, вот у меня двое детей, я помню, знаете, вот маленькие они были, тому два года и тому два года, и один смотришь, ну, видно, интеллигент будет, вот будет интеллигент такой, да? А другой, видно, хулиган, каменюшник, и тому два года, и тому два года. Говорят, воспитание важно, важно воспитание. Но уже в два-три года видно, энергетика другая, психотип другой, темперамент другой, способности другие. Вы понимаете, что я говорю? Я уверен, что понимаете. Поэтому важно знать свое призвание, потому что к призванию прикрепляется определенная, определенные способности энергетика, да? И к твоему призванию, когда ты знаешь свое призвание, когда ты знаешь свое предназначение, свой путь, к нему прикрепляются ангелы и духовные помощники, которые призваны помогать реализации твоего призвания. О чем речь? Например, ты призван, твое призвание в сфере творчества, и еще до рождения к тебе прикрепляются ангелы творчества. Ты призван там быть наставником, где-то мудрость людям нести осознанность, тебе прикрепляются ангелы мудрости и осознанности. Ты призван быть целителем, ясновидящим, тебе прикрепляются соответствующие духовные наставники. Вы слышите меня? Уже до рождения эти каналы закладываются, уже этот потенциал закладывается духовный. Поэтому сейчас я вам очень глубокую мысль скажу. Если ты узнал свое призвание, если ты открыл то, для чего ты был рожден, то ты должен знать, что у тебя уже есть все необходимое для реализации этого. Ты просто определяешь, для чего ты был рожден. Ты просто определяешь и узнаешь, для чего ты сюда пришел, на эту планету. Для чего ты был рожден в этой семье, в этом городе, в этой стране. Почему это все происходит с тобой? И когда ты понимаешь свое призвание, ты должен знать, что вместе с призванием свыше тебе сразу обеспечивают и снаряжают, чтобы ты его мог реализовать. Тебя обеспечивают определенной энергетикой, определенная у тебя энергетическая матрица, темперамент, способности. Определенные духовные наставники вместе с призванием Всевышний дает обеспечение и снаряжение для его реализации. О, я чувствую, кто-то сейчас что-то понял. Дорогие, давайте, чтобы закрепить, скажем, Творец, я благодарю тебя за то, что вместе с моим призванием, которое ты даешь мне, ты также даешь мне обеспечение, снаряжение для того, чтобы я мог его реализовать. Я благодарю тебя за то, что вместе с моим призванием ты закрепляешь за мной ангелов и духовных помощников, духовных проводников, которые будут помогать в реализации моего призвания. О, я чувствую, кто-то сейчас что-то получает, кто-то что-то получает, что-то входит в свою жизнь, что-то активируется, глубокое, невероятное, потрясающее. Дорогие, и вот мы подходим к следующему моменту. А что может произойти с человеком? Вообще, что может происходить с человеком, если он живет, но он призвание своего не нашел? Бывает такое? Сплошь и рядом, сплошь и рядом. Он живет, но призвание своего не нашел. Два момента может произойти. Смотрите, первый момент. Человек может начать насиловать себя нелюбимой жизнью. То есть он был рожден не для этого. Он пришел не для этого. А он это делает. Насилует себя, насилует себя нелюбимой жизнью. У меня есть один пример, очень хороший, я с вами поделюсь. У меня есть близкий родственник. И он, когда пришел в этот мир, он был инженером. И он был хорошим инженером. Он хорошо учился, он хорошо работал. Он был хорошим инженером, хорошим специалистом, хорошим исполнителем. И он был счастлив в этом. И он там жил в одном месте небольшом. И потом там освободилось место начальника. И это место начальника, там была больше зарплата. И оно было престижнее. И там родственники, друзья говорят, смотри, тебя все знают с хорошей стороны. Ты отличный специалист, ты отличный инженер. Ты никого не обманывал. Я знаю, как справедливо. Все. Ну, подай свою кандидатуру на этого начальника. И он подал. Там было голосование, его выбрали. И вот когда его выбрали начальником, с того дня, я просто, я тогда этого не понимал, потому что мне тогда было, ну, 18, 17, 16 лет. Вот. Я сейчас это все сопоставляю. И как только он пришел на эту работу, то есть в видимом мире авторитет, там больше денег, больше. А он мучился там и терял свое здоровье. Вы слышите? Это было совсем не его, потому что для того, слушайте, для того, чтобы руководить людьми, для того, чтобы быть лидером, ты должен соответствовать этому. Для того, чтобы быть начальником, руководителем, лидером, у тебя должна быть соответствующая энергетика, соответствующий темперамент, соответствующий психотип. Ты должен уметь и хвалить, и должен уметь ругать, ставить на место. Ну, иногда и голос повысить, понимаете? а он у него была другая другой психотип другой энергетик это было не его и он шел на работу но люди когда вот но эти вопросы не изучают мне не особо духовный он то есть ум и окружение говорит классно да ничего там там зайти получится потом стерпится слюбится ну получится ходи а он как не в своей тарелке там надо принимать решение где-то надо хвалить это надо ругать где-то надо ну знаете да такую работу а это было вообще не его его призвание было и хорошим инженером хорошим специалистом хорошим исполнителем хорошим таким научным да можно сказать работников и он начал болеть он там проработал несколько лет потом были перевыборы и он уже как бы туда-назад идти уже там кто-то работает а здесь оставаться мучительно и вот и в этот период у него сердечный приступ и он умирает в 49 лет я не утверждаю что это произошло прям сто процентов от этого но я убежден что большая часть ответственности ранней смерти это происходит из-за этого друзья и когда я рассказывал эту историю я уверен вы можете вспомнить такие истории своей жизни жизни своих родных и близких когда человек занимается тем что совершенно не его когда он мучается какой-то деятельности мучается в какой-то работе мучается в каком-то деле это вообще это ему прикид это потому что он знаете это вообще не его знаете кто-то пошутил когда есть мамаши и у них дети и у ребенка там допустим у него способности там конструировать машинки играть он к техники тянется она его на скрипку отдала ты будешь скрипач потому что я хотела быть все время музыкантом но мне не было возможности теперь я свои амбиции через своего сына буду значит реализовать ты пойдешь на скрипку и кто-то пошутил говорит если у него способности к технике в машине от его за ухо силком притащила на скрипку погонение из него не получится из него получится погоненок погоненок знаете на что это похоже это когда ты одел обувь не своего размера ты можешь какое-то время ходить в обуви не своего размера но очень скоро она разотрет тебя она до крови разотрет она натрет у тебя слезет кожа это будет мучительно и какие бы дорогие не были эти туфли или босоножки ты их снимешь выкинешь такое облегчение будет мать есть обувь не твоего размера слушайте а есть жизнь не твоего размера ты был для другого рожден ты был для другого задуман и если где-то тебе мучительно и ты там у тебя глаза потухли энергии нет радости нет и ты сильно устаешь тебе уже вся вселенная тебе твоя суть говорит слушать ты не там не туда идешь понеслась или пообщавель остановись куда-то в другое место надо идти то есть это первое то есть если ты не человек не находит свое призвание он может насиловать себя да и вторая крайность это другое когда у человека например он был призван человек какие-то масштабные ну обратная ситуация масштабные какие-то вопросы решать какие-то нести изменения для людей этого мира да то есть призван можно так сказать призван человек двигать горы а он считает горох и типа вот вы мне не трогайте он знает что у него есть потенциал но он как бы его не развивает и не идет сторону своего призвания знаете на что это похоже мне показали это это удивительно мне показали такую картину знаете такой джип тойота зайдет тойота джип лэнд крузер такой огромный и вот он стоит во дворе двери открыты багажник открыт и что и на нем сушат носки на нем там эти какие-то колготки сохнут пеленки какие-то наволочки и на нем даже вообще его не заводят и не ездят вот на что это похоже призвание дали обеспечение дали а ты даже и ты эту машину поставил и сушишь белье ты даже в магазин на нем не ездишь то есть эти люди это другая крайность бои боя боятся проявляться ждут идеального момента такая скромность это знаете и это тоже неправильно я вот знаете как духовные наставники вы знаете я или много раз библию перечитывал и коран перечитал на русском языке и другие писания разных традиций и вот об этом говорится когда иисус однажды притчу рассказывает я переверю я раздавал таланты вернее не я один хозяин раздавал таланты и потом через время вернуться решу ты сделал с тем серебром с тем талантом что эти дал и один взял этот талант и он его умножил и он принес прибыль и хороший ты классный ты правильно другой ты мне дал я его зарыл талант там даже слова талант стоит я его зарыл и он ему сказал ты лукавый и ленивый ты знал что тебе это дано для того чтобы ты что-то с этим сделал приумножил принес какое-то благо ты вы зарыл и вот многие люди и даже некоторые кто из вас меня слушать сейчас вы свой талант зарыли вы знаете его и вы как этот знаете land cruiser на котором сушат белье там уже это мышки норки там завели уже там хорошая да там тепло вот вы даже за хлебом не ездить на нем а вы должны путешествовать по всему миру на этом land cruiser понимаете то есть потенциал остается нереализованным ой я боюсь проявляться ой я жду идеального момента и вот сижу мне дали талант перед всевышним предстану покажу ты мне дал вот я тебе его вернула скажешь слушая тебе его дал чтоб ты его умножил чтоб ты его приумножил что ты его пустил в оборот чтобы людям помог чтобы сам интересно жизнь прожил понимаете но мы это вот не делаем и когда я готовился к вебинару я вспомнил как много лет назад я прочитал такую потрясающий такой отрывок я вам и зачитаю самые богатые места в мире это не золотые рудники нефтяные месторождения ли банки самое богатое место на земле это кладбище потому что на кладбище лежат компании которые так и не были начаты на кладбище лежат книги которые никогда не были написаны на кладбище лежат закопаны песни которые никогда не были спеты на кладбище зарыт величайший клад не использованного потенциала внутри вас есть сокровище которое стремится выйти наружу которое должно выйти наружу не идите в могилу когда ваше сокровище все еще находится внутри вас вы здесь чтобы проявить его дорогие вот я хочу вам этого пожелать чтобы вы не унесли это с собой чтоб вы это достали из себя как вы вообще меня видите слышите вам это полезно скажите сейчас самое главное начинается ведь я только рассказываю почему это важно мы еще не подошли к сути друзья сейчас самое интересное друзья следующий пункт нашего вебинара я сейчас хочу вам показать каким образом в мире энергий на тонком плане наше призвание которое мы открыли которое мы прояснили для себя как она нас защищает и как она нас обеспечивает позвольте мне нарисовать вам такую картину представьте тело и в этом теле есть почка и вот почка находясь в теле она функционирует что делает почка по сосудам к ней входит кровь и почка очищает кровь и и токсины и все плохое из крови достает как фильтр и через мочу выводит обратите внимание почка работает в теле и она исполняет свою функцию приносит пользу всему телу запомнили однажды ангелы мне показали как михаил когда ты будешь рассказывать о призвании расскажи вот эту картину слушайте каждый из нас у нас есть какая-то функция и ты как эта почка или как печень когда ты нашел свое призвание предназначение и ты его исполняешь ты приносишь пользу всему миру услышите меня когда ты исполняешь свое призвание так как творец его изначально задумал а в призвании уже в самом заложено то что она полезная нужно и важная для для людей для мира и несет благо когда мы исполняем свое призвание будьте внимательно мы включены в общую картину мироздания в общую когда мы исполняем свое призвание мы в этой общей картине мира мироздания и вот смотрите когда ты в теле ты не только приносишь пользу телу мироздания но тело заботится о почке вы знали о том потому что тело заботится тело дает иммунитет почки и почки ну не нужно переживать что мне делать а будет у меня что покушать а смогу ли я оплатить свои счета а получится ли у меня тело знает что почка приносит пользу всему телу и тело приносит почки через кровь что кислород витамины аминокислоты микроэлементы понимаете и все плохое от почки также забирает вы уловили мысль когда мы исполняем свое призвание мы будем защищены будет не подходит по-другому скажем исполня зная свое призвание и исполняя свое призвание мы защищены вселенной и творцом и мы обеспечены вселенной и творцом так как мы включены в общую картину мироздания мы в этой как знаете вот такая как симфония вселенной и мы играем свою партию и мы в это включены вы слышите меня поэтому друзья когда мы а свое призвание узнаем когда мы его исполняем мы защищены от преждевременной смерти нам никто не сможет ничего сделать и обеспечение от творца обеспечение от высших сил она находится просто самом факте того что ты живешь своем призвании то есть просто ты нашел свое призвание и ты живешь своем призвании и сам этот факт уже тебя защищает уже тебя обеспечивает услышите меня и вот люди этого не понимают люди часто ищут что успех ищут ищут благополучие и люди не понимают что успех настоящий благополучие привязаны к призванию конечно ну мы люди творцы и мы часто не только творим но и вытворяем и мы научились люди научились даже успех и деньги могут раздобыть и без призвания но если ты нашел успех и деньги вне призвания вместе с этими деньгами успехом видимым до видимый успех и деньги у тебя есть но если это вне призвания это будет давать пустоту это будет давать тебе жуткую усталость это будете давать неудовлетворенности нет радости именно поэтому многие успешные люди обеспеченные люди я узнаете по роду своей деятельности за того что я достаточно известный человек узких кругах да как говорится я встречался с сенаторами с депутатами и ну такие люди которые там по 30 миллионов долларов у них состояние там миллиард с миллиардерами не общался долларами ну рублевыми общался и узнаете что заметил только маленький процент из них они счастливые они радостные они гармоничные у них глазах свет за не такое ощущение что он в своей жизни танцует он кайфует он радуется а большинство те которые пришли к деньгам и и у к успеху но вне своего призвания они каждый не то что иногда сама редко через день а так каждый день пьют виски или нюхают кокаин или какие-то у них из-за ну извращения сексуальные для чего это все чтобы почувствовать себя лучше чтобы вот эта пустота вот это разочарование вот эта боль вот это не реализованность она понимать и душу не обманешь как однажды мой друг сказал говорит ты можешь маленькому ребенку когда он плачет можно дать игрушку и на какое-то время эта игрушка будет его забавлять но когда ребенок поймем но он поиграется автомата игрушкой окно разобьет и стол и машину тебя разнесет потому что ребенку нужно не игрушка нужно мама и также наша душа вы понять вы можете забавлять там вином вискарем кокаином каннабисом до извращениями на какое-то время это обезболивает но потом это еще больше пропасть разочарования вы слышите меня поэтому друзья самый лучший самый лучший успех и самое лучшее благополучие это в сфере твоего призвания сфере твоих способностей серии того для чего ты был рожден и здесь я для баланса скажу следующее я не утверждаю и не говорю что если ты откроешь свое призвание ты станешь сразу миллионером я этого не говорю но я утверждаю я уверен и в этом на 200 процентов что когда человек двигается в своем призвании который от всевышнего он никогда не будет нищим он никогда не будет бедным он никогда не будет нуждающимся почему он будет обеспечен вселенной всевышний потому что он был для этого рожден и самое ценное в жизни этого человека будет мир в жизни этого человека будет покой будет радость будет удовлетворение потому что сам всевышний сам сама жизнь сама вселенная они будут сопровождать этого человека они будут заботиться о нем дорогие поэтому это очень-очень важно напишите вам это полезно то что вы узнали сейчас а я выпью водички призвание предназначение от одно и то же следующий вебинар я расскажу в чем отличие хороший вопрос спасибо сегодня мы говорим только о призвании предназначение это призвание плюс уроки души выучены ну я на следующем вебинаре целый вебинар будет на эту тему я прям эту тему раскрою досконально и глубоко хорошо идем дальше друзья следующий вопрос нашего вебинара я хочу вам показать почему человек который открыл свое призвание почему человек который знает свое призвание он становится неуязвимым он становится неубиваемым неотравляемым почему это происходит а это факт я как духовный наставник знаете люблю изучать и вот вебинарах часто ссылаюсь на библию иногда на коран на другие источники и вот много лет назад когда изучал библию я прочитала в евангелие то она такой текст и когда его прочитал меня как будто холодно воду обдали а потом горячие потому что это касается призвание человека значит такой текст смотрите прямая речь я вас избрал от лица бога я вас избрал я вас поставил чтобы вы шли и приносили плод и чтобы плод ваш пребывал о дороге когда начал размышлять об этом настолько это глубокая истина насколько это глубокий закон в чем суть смотрите всевышний творец говорит ты не просто сам пришел как самозванец знаете синдром самозванца я пришел вот этим заниматься не я тебя избрал я тебя призвал помните когда в самом начале даже светские источники но слово призвание переводится как вызвали тебя до призвали вызвал кто-то да то есть представляете всевышний то есть вы должны глубину увидеть творец который сотворил видим и невидимы мир и всевышний любящий источник который дает жизнь дыхание всему который как знаете дирижер и вот дирижирует и вселенные мир и разные реальности земные формы жизни на планетные формы жизни все в его руках все в его власти все в его законах да и вот этот творец источник всевышний да он тебя избрал он тебя вызвал он дал тебе это призвание он дал тебе эту миссию он тебе дал если он тебе ее дал я вас избрал то есть ты должен понимать что ты находишься под его юрисдикции под его покровительством под его круглосуточной защитой когда ты в своем призвании и дальше написано я вас избрал и поставил вас я когда это читал тексте увидел прям тебя поставили и многие такие увидел знаете как вот фундамент как вы знаете настройки есть свои забивают фундамент свайны поставил вас и на это слово поставил мне так внимание думаю что мне хотят слышать почему поставил и мне дальше я услышал если я тебя поставил никто не сможет тебя сдвинуть если я тебя поставил никто не может тебя убрать если я тебя поставил никто не может тебя подвинуть если я тебя поставил никто не может тебя под плинтус замести вы слышите меня это вас тоже касается и дальше говорится что чтобы вы шли и ты будешь идти понимаете всевышний тебе говорит я тебя призвал поставил и сказал тебе иди друзья услышите меня если творец если всевышний если источник если источник мироздания альфа и омега абсолют сказал тебе иди ему плевать на твоих врагов ему плевать кому ты не нравишься ему плевать кто не согласен с твоим успехом если тебе всевышний сказал иди это твое призвание даже если стена какая-то будет их сквозь нее пройдешь даже если кто-то палки будете в колеса ставить ты будешь идти эти палки сломаются и руки у них повырываются потому что творец тебя избрал он тебя поставил и сказал иди само мироздание вся вселенная концентрируется выкристаллизована в этом движении весь мир всевышний вселенная все миры в этой точке с тобой ибо ты для этого был рожден если кто-то там что-то не согласен гавкает мешает их вот так вот всех как комбайном вы пройдете он сказал я тебя поставил чтоб ты шел чтобы ты шел тебя никто не остановит любая стена упадет любые подножки сломаются любые там я не знаю шлагбаумы ты просто разлетятся и сгорят потому что ты идешь в своем призвании я тебя призвал я тебя поставил чтоб ты шел и дальше приносил плод о чем речь в призвании всегда заложено то что твое призвание будет приносить пользу миру твое призвание оно будет приносить пользу и благо людям да и последняя чтобы плод ваш пребывал пребывал это был постоянным то есть имеется ввиду когда ты в своем призвании у тебя будет постоянный успех не так что ой я в своем призвании пожил полгода да хорошо и все нет призвание ты все плод приносишь пользу приносишь людям благо приносишь и у тебя постоянный успех давайте чтобы закрепить это скажем творец я благодарю тебя за то что сегодня ты мне напоминаешь через михаила что когда я двигаюсь в своем призвании я нахожусь под твоей защитой юрисдикции скажите это вместе со мной благодарю тебя за то что ты сегодня напоминаешь мне что если ты меня поставил никто не может меня убрать никто не может меня подвинуть если ты мне сказал иди никто меня не может остановить я буду приносить плод и пользу миру и людям и мой плод и мой успех будет постоянно скажи это и ощути это потому что вот этот закон вот эти то что я с вами делюсь это не ко мне относится это мне сказали вам передать это для тебя дорогая дорогой вот хорошо подытоживаем когда мы двигаемся в своем призвании и занимаемся тем чем всевышний избрал нам заниматься до нашего рождения когда мы это находим никто нас не подвинет никто нас не остановит никто не сможет наш успех отменить и мы становимся неуязвимыми неуязвимыми скажи я неуязвимый в своем призвании я даже знаете вот вот когда вот был это к вид и часто мне говорили какую молитву читать или нужно ли там прививки делать да и я помню в эфире говорю вы знаете какая самая лучшая прививка от преждевременной смерти или иногда мне но другие люди пишут михаил какая хорошая защита от от врагов какая хорошая защита там от темных сил какая хорошая защита от убийц от шальной пули от военных действий да какой амулет или оберег да ну люди спрашивают потому что знают что я занимаюсь энергетическим очищением от темных структур да друзья я вам скажу какой самый лучший оберег самый лучший оберег это иметь отношения с творцом и со своими ангелами-хранителями это первое и второе знать свое призвание и находиться в своем призвании это самая лучшая защита это самый лучший оберег это самый лучший амулет почему да потому что пока ты в своем призвании и пока ты его исполняешь и пока ты не исполнишь то что тебе сказали свыше творец никто с тобой ничего не сможет сделать когда ты в своем призвании когда ты в своем предназначении ты неуязвим когда ты в своем призвании тебя нельзя убить когда ты в своем призвании тебя нельзя отравить когда ты в своем призвании тебя нельзя разрушить когда ты в своем призвании когда у тебя связь с творцом с ангелами тебя нельзя проклясть когда ты в своем призвании когда ты с творцом и с ангелами на тебя нельзя порчу навести ничего на тебя не будет действовать абсолютно потому что в призвании предназначение ты не просто сам идешь сам творец дал тебе его и ты находишься под его юрисдикцией и высшие силы ведут тебя и и это твоя защита абсолютно даже люди падут под для тебя тысячи десять тысяч одесную тебя ну к тебе не приблизиться рядом что-то будет происходить с другими какие-то неприятные события но тебя это не коснется никогда это то что мне показали это истина абсолютная дорогие поэтому не ищите амулеты обереги ищите отношений с творцом через медитации через молитвы через дружбу ищите отношений с ангелами и узнайте и откройте свое призвание и никакой негатив никогда на вас не будут влиять никакие враги никогда не будет иметь успеха все что они сделают против вас обернется против них дорогие это так и будет это так и будет это так и будет и иногда люди спрашивают михаил ну расскажите какие бывают призвания призвания бывают разные вот сколько в мире в жизни есть направлении разных занятий деятельностей да столько и призваний и мы все очень разные и вот здесь такой важный момент который мне сказали вам передать не всегда то узнать иногда у нас такое ошибочное мнение о этот человек целитель о этот человек духовный наставник значит он крутой а я вот водитель такси или автослесарь у меня вот я не крутой меня маленькое призвание в мире энергии это совершенно по-другому выглядит не думайте так этим вы огорчаете всевышнего почему смотрите вот думаете вот там ну агеев там известный человек классно ему о призвании говорить я может известный человек первый раз в этой жизни а вы может быть прошлой жизни были еще более сильным и известным целителем вы слышите абсолютно огорчает высшие силы когда люди оценивают призвание в категориями кто более известный кто более богатый кто более популярный влиятельный вы слышите важно не то чем ты занимаешься важно не то насколько это круто в глазах людей важно другое ты занимаешься тем что тебе всевышний сказал и если это так то ты будешь счастливым человеком я уже вам приводил примеры людей которые у них физическом мире есть все они несчастны они жить не хотят они вы знаете я пока с этими людьми не общался и даже не представлял насколько вот это богатый тоже плачут да я даже не представлял насколько они все пьют какие-то антидепрессанты они все пьют какие-то фенибуты какие-то вот нейролептики я вот не все 90 процентов 10 процентов которые в призвании своем не пьют но их меньшинство потому что осознанных людей к сожалению пока меньше но мы с вами те люди как раз для того чтобы мир стал осознанным чтобы была эта эволюция этот переход да хорошо поэтому не важно чем ты занимаешься не важно насколько это круто в глазах людей важно ты в своем призвании ты в том что тебе всевышний сказал и счастлив ли ты вы знаете есть такое призвание быть матерью многих детей я видел таких женщин у ее цель жизни призвание прийти чтобы родить троих четверых пятерых шестерых детей я видел я удивлялся она радостная она не устает она находит в этом удовлетворение вы знаете если у тебя нет призвания быть матерью многих детей тут одного ребенка родила и она ходит такая знаете уже жить не хочет как это мумия знаете эти ой-вожечки с этих детей может еще до уродима ты что остановись да друзья разные призвания может быть призвание быть ученым быть врачом изобретателем программистом инженером поваром слесарем водителем есть призвание улучшать этот мир через творчество там рисование музыка рукоделия есть такое призвание когда человек он призван чтобы прийти и создавать какие-то ценные услуги для людей важные какие-то услуги для людей улучшать жизнь людей да есть такое призвания люди приходят чтобы пробуждать людей пробуждать усиливать процессы эволюции нести осознанность массы такие активаторы духовные да есть призвание это я называю духовные активисты целители наставники вот как я да есть призвание очень важное хранители частот вот активисты целители наставники они не могут без хранителей частот хранители частоты такое призвание которые поддерживают руки активисту и держат поток и пространство это призвание держать поток и пространство и у меня есть команда помощников хранители частоты если бы не они вы бы обо мне не знали не было бы этой школы не было бы этого youtube канала мы в это в сотворчестве понимаете у меня одно призвание другое и в глазах всевышнего их призвание не менее ценное чем моего друзья хочу чтобы вы это осознали важно не то какое у тебя призвание важно чтобы ты был в своем призвании мы люди смотрим на лицо мы люди смотрим на внешний успех а все священные писания говорят всех традиций человек смотрит на лицо а всевышний смотрит на сердце и также сказано все что высоко у людей может быть низким глазах творца и все что низко до у людей может быть высоким до в глазах всевышнего дорогие сколько таких примеров главное быть на своем месте иначе тебе будет плохо вот я вам приведу два таких примера у меня есть близкий родственник и он у него обычная профессия обычная рабочая профессия и он живет в большом городе и у него невысокая зарплата то есть оба крупный город миллионный до миллионы миллион у него семья и у него зарплата ну скажем там 60 70 тысяч рублей плюс дети есть семья это по нынешней жизни не в невысокий доход но всегда когда с ним общаюсь я удивляюсь мы примерно одного возраста у него глаза светятся у него вообще нет зависти у него вообще нету никакого негатива как-то так вот и он занимается своим получает удовольствие в физическом мире но оплата невысокая но он в своей стезе и потом я с ним встречаюсь так складывается там родственники помогли там какой-то там был родственник что-то раз наследство оставил как-то так так и как бы доход вроде небольшой а у него все есть и самое главное у него есть мир сердце покой радость он светится зайдет светится причем он абсолютно там я не скажу что он там много молится медитирует просто он своим делом занимается ему там предлагали давай там на повышение туда туда он зашел в ртине я чувствую это не моё мать и другой вам пример приведу когда еще вел консультации ко мне на консультациях один пришел миллионер и он рыдал у него дом на рублевке у него квартира там центре москвы у него такой катера знаете между катером и яхта есть такой переходный но она сейчас стоит 250 миллионов то есть это русских рублях можете валюты перевести то есть два с половиной миллиона долларов да то есть так как катер такой да и он сидел и плакал он говорит михаил я не знаю что мне делать у меня есть жена с которым прожили 20 лет вот я не знаю куда мне сейчас ехать после консультации в смысле небес жена с которым 20 лет прожили весь молодая любовница которая содержу и у нас родился маленький ребенок и еще от реди модель с которой я познакомился я не знаю куда мне сейчас ехать у меня внутри пусто если ты мне щас не поможет я пойду опять на пьюсь говорит как Что случилось в моей жизни? Я помню, было время, я покупал спортивные костюмы, кроссовки. Слышите меня? И я радовался неделю. А сейчас у меня яхта, дом, квартира, деньги. Жена, две любовницы. А мне болит внутри. Жить не хочется. Знаете, если жить не хочется, как суицид, это другое. А есть вот апатия, ничего не хочется. Утром хочется заснуть, а вечером... То есть ты проснулся, уже хочешь заснуть, чтобы все забыть. А вечером думаешь, быстрее бы заснуть, а утром думаешь, быстрее бы вечер, чтобы опять заснуть. Друзья, когда ты не на своем месте, тебе будет плохо. Вспоминайте вот эту обувь, которая не твоя. И когда мы с ними разбирали консультацию, там было очевидно, что ему показывали одно направление идти, а он выбрал успех. Деньги вообще абсолютно в другой стороне, где его призвание. Это была причина. И он потерял связь с сердцем, с высшими силами, с самим собой. И просто как робот жил, как зомби, знаете. Вот. И теперь, друзья, вы уже созрели. Это была такая мотивация. Да, я вас, наверное, убедил уже. Скажите, я вас убедил, что нужно узнать свое призвание, да? Надеюсь, что убедил. Потому что следующее, мы как раз подошли к тому, мы сейчас как раз подошли к тому, чтобы к вопросу, как найти призвание. Друзья, я с вами сейчас поделюсь двумя ключами рабочими. Их всего два, благодаря которым вы сможете в течение короткого времени почувствовать, где ваше призвание и пойти в ту сторону. Кто-то тут пишет, я говорю, я убедил, что нужно найти свое призвание. А кто-то пишет, пока не убедил тут в чате. Если я вас не убедил, что полезно найти свое призвание, продолжайте жить. Вас жизнь убедит. Вам жизнь такой урок преподаст, что вам не захочется шутить на эту тему. Потому что это не шутки. Когда ты проживаешь не свою жизнь. Это не шутки. Друзья, мы подходим к моменту, как мы можем найти свое призвание. Теперь смотрите, общий обзор очень важный. До нашего рождения мы выяснили, мы были с Творцом. Всевышний дал нам призвание. Мы это призвание обсудили. И когда мы рождаемся, информация... Друзья, этот вебинар очень многослойный. Вы с первого раза не поймете. Вам на несколько раз его пересмотрите. Вот смотрите, вот это... Я с вами делюсь, я нигде этого не читал. Это то, что пришло. Я несколько лет его вынашивал. Он не такой простой, этот вебинар. Вот смотрите. До рождения нам дали призвание. Мы его выбрали, обсудили. Но мы рождаемся, и эта информация закрывается о нашем призвании. Мы рождаемся и не помним своего призвания. Не знаем своего призвания. Вопрос. Почему так происходит? Вот непонимание этого вопроса как раз одна из причин, почему я этот вебинар откладывал. Только в этом году мне все показали. Все пазлы. Почему закрывается информация? Все очень просто. Если бы мы рождались, ты родился и знаешь свое призвание. Ты родился и знаешь свою миссию. Знаете, что было бы? Ты бы как робот шел просто и делал. Не было бы никакого творчества. Не было бы никакой игры. И не было бы пространства для эволюции. Не было бы никаких контрастов. Понимаете? Просто как робот исполняешь. Не было бы интересно. А смысл жизни в другом. Вся наша жизнь игра. Душа приходит, чтобы проживать разные опыты. Душа приходит, чтобы играть. Играть, чтобы творить. И вот Творец вот так задумал, что мы рождаемся, и информация о нашем призвании закрывается. И у нас есть только один союзник. Это наше сердце. Наше сердце работает как радар. Наше сердце работает как маячок. И оно нам помогает найти. То есть обнаружить, открыть свое призвание. И нам нужно постараться, чтобы при помощи этого радара, при помощи этого маячка, открыть свое призвание. Найти свое призвание. Узнать свое задание. Свою миссию. Друзья. И вот здесь еще. Это все еще общее. Я еще не говорю ключи. Найти свое призвание. Это нелегкое дело. И вы должны понимать, что так Творец задумал. Оно нелегкое, потому что оно должно быть, ты должен быть собран, ты должен быть сфокусирован. Ты должен хотеть этого. Это трудное дело. Я так скажу. Найти свое призвание. Это нелегкое дело. Это трудное дело. Но которое нам по силам, если мы живем сердцем. Это трудное дело, но которое нам по силам, если мы слышим подсказки, советы и импульсы от Творца. Если жить с сердцем. И вот слушайте. Вот часто у людей такая бывает перекос. Я хочу найти какого-то ясновидящего, чтобы он мне сказал свое призвание. Или я хочу найти какого-то пророка, чтобы он... Я пророк, и я прореку тебе, ты призван быть тем-то, 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 тем-то. Друзья. Это неправильный подход. Этот подход противоречит самой сути бытия. Этот подход, полностью одномоментное открытие твоего призвания противоречит замыслам Творца. Он специально эту закрыл информацию, чтобы ты играл, чтобы было задание, чтобы была миссия, чтобы был этот квест, чтобы ты включил радар, чтобы ты искал помощь от него, чтобы было пространство для эволюции. Понимаете? Высшие силы, пророки, ясновидящие, они могут помочь. В каком плане? Просто показать тебе, тебе в ту сторону. Но они никогда тебе не скажут конкретно, в чем твое призвание. Потому что его знает только ты. И ты его лично должен найти. Ты лично должен его обнаружить. Ты лично должен его активировать. Ты лично должен в него войти. Вы слышите меня? И вот эти все ясновидящие, пророки, наставники, они могут лишь тебе подсказать, в какую сторону идти. Почему так? Так задумал Всевышний, и я в этом уверен. Еще одна из причин, почему так. Слушайте, мы в своей жизни ценим только то, что нам досталось нелегко. Вот автомобиль человек сам купил или ему папа подарил, да? Ну, вы знаете, когда на личной машине, на служебной, как люди ездят, да? Ну, и много примеров, я не хочу, вы сами знаете. Мы ценим только то, что досталось нам нелегко. И вот этот момент, он тоже определяет правила этой игры, в которую творец с нами играет. Это игра, в которую мы играем с творцом, с жизнью, и он с нами играет. Мы ценим только то, что нам достается нелегко. И если бы нам сразу, одномоментно, в руки дали готовое призвание, без труда, без вот этой эволюции, без вот этого пути, мы бы просто это бы не ценили. Мы бы просто это выпало бы из наших рук. И мы бы даже на него наступили, дорогие. Мы должны это понимать. Это общий план, понимание, видите? Теперь, первая подсказка, как найти свое призвание. Первая подсказка, как найти свое призвание. Слушайте. Иди в ту сторону, делай то, что тебе приятно, интересно и радостно. Дорогие, самая главная подсказка. твое призвание там, в той сфере, которая тебе интересна. Твое призвание в той сфере, которая тебе приятна. Твое призвание в той сфере, занимаясь чем тебе радостно. И ты начинаешь двигаться в это, ты начинаешь делать, что тебе интересно, что тебе радостно, что тебе приятно какое-то время и потом ты начинаешь получать обратную связь от мира от жизни от вселенной о занимаясь этим я не устаю о занимаясь этим я получаю удовлетворение радость о занимаюсь этим я пол я приношу пользу миру мне меня люди благодаря понимаете вот как это происходит иногда задают так вопрос михаил но это все понятно но я такой талантливый я такой крутой я такой потрясающий всех трясет от меня я в смысле я вот этим занимаюсь мне нравится и получается и вот этим занимаюсь мне нравится получается и где мое призвание ну типа как бы меня в тупик поставить я говорю слушай такое бывает но если ты какое-то время будешь и тем заниматься погрузишься прям и этим пройдет какое-то время ты обнаружишь что от какого-то занятия ты все равно устаешь больше от которого от которого не устаешь или меньше устаешь или даже если это усталость она приятная если ты будешь продолжать дело делать и то и то тебе вселенная подскажет тебе люди скажут вот это ух ты у тебя получается а это ты прям в этом хорош вот понимаете как это происходит ты не будешь уставать не может быть одинаково две разные сферы одинаково ну получаться может поначалу одинаково и нравится но если какое-то время делать 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 разные вещи ты увидишь что от одного ты устаешь от другого не устаешь от одного радости больше от другого меньше от одного пользы больше от этого меньше благодарности от людей больше, и это как раз будет обратная связь от мира. Вы слышите? То есть, делая, если несколько направлений, если ты не знаешь, или это, или то, делай все. Но спустя время ты увидишь где-то интереса больше, где-то радости больше, и где-то ты не устаешь. И это будет подсказка. Друзья, теперь важный момент. Слушайте. Какую люди делают ошибку? Призвание никогда не открывается сразу все. Когда тебя ведут, тебя ведут по приборам. Иди в эту сторону, иди в это направление. Ты идешь в это направление, и потом идет детализация. То есть, сегодня тебе известно, что вот эта сфера тебе интересна, приятно, радостно, двигайся в ней. И когда ты в ней двинешься, завтра тебе покажут конкретику. Вы слышите меня? То есть, например, начинай с общего. У тебя просто говорят, иди в творчество, иди в творчество. И занимаясь творчеством, потом тебе покажут, каким конкретно творчеством тебе занимается. Слышите? Или тебе говорят, иди в науку иди в науку и потом тебе скажут какой конкретно наукой заниматься или тебя привлекает духовно сиди в духовность а потом тебе скажут вот это направление вот эта школа конкретно или те говорят иди в рукоделие иди потом тебе покажут или фермерства бизнес музыка вы слышите а что делают люди люди ждут подробности детализацию сразу и пока вы мне не дадите подробности какое мы призвание я не делаю первого шага услышите меня это неправильный подход призвание нужно осуществлять не сидеть и ждать подробности а прямо сейчас начинать двигаться изучать эту сферу интересоваться до двигаться в ту сферу которая от которой тебе приятно радостно интересно всегда высшие силы помните эта игра помните это квест помнить эта миссия помните это это непростой путь тебе высшие силы подсвечивают на два шага вперед у тебя нет прожекторов который показывает весь путь нету этого дорогие я бы хотел я показываю два шага и два шага сделал тебе следующие два шага ты сделал два шага тебе следующее дело делают от общего к частному от общего конкретизации конкретизации так было и в моей жизни я умом думал что я буду заниматься буду доктором я учился да там работать в клинике и потом у меня ну я просто мне родственники многие да в этой сфере я когда выучился я понял ну мне плохо на работе неплохо на работе и у меня возник я начал спрашивать и начал медитировать молиться у меня возник интерес к целительству в духовному очищению и я подумал о значит я наверное будут целителем да и каким-то этим я начал эту сферу идти я начал это изучать мне это радостно мне это приятно на удовольствие продолжаю работать на своей работе и потом наступил момент вот интерес как бы вот что личный прием индивидуальном них нет у меня раз это интерес ушел наоборот как-то нет это же эта сфера и мне показать нет да сфера то но ты должен не индивидуально очищать людей проводить сессии целительские ты семинары групповые проводить я думаю а вот интерес такой возник радость я начала это делать 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 дома вот мое призвание и потом раз интерес стал разведет другая конкретизация как а нет этому научился а твое призвание научите активировать других людей и потом а обучать и активировать других людей вот я сейчас исполняю свое призвание мне это открывать я передаю это вам и все у меня интерес дальше идет но мне понадобилось несколько лет то есть я двинулся в правильную сторону в духовность целительства очищения но потом детализация от общего конкретика от общего конкретика это как знаете на что похоже тебе говорят иди на юг ты идешь на юг по большой дороге немножко прошел а потом три дороги играть сверни влево ты свернул потом идешь по дороге атома ряд на эту тропинку сверни и потом подходишь вот призвание вот так это происходит поэтому дорогие мы все приходим в этот мир с какой-то миссия мы все приходим в этот мир с какой-то с каким-то призванием и нам важно вот сердце как маячок поступать по велению сердца идти в ту сторону где приятно идти в ту сторону где интересно и отчего радостно давайте чтоб это закрепить скажем дорогой творец и дорогие мои ангелы-хранители помогите мне и научите меня двигаться в ту сторону в те сферы которые мне интересны в те сферы от чего у меня радость те сферы чего мне приятно да вот это очень важно дорогие поэтому важно двигаться в своем призвании если мы не живем своим призванием у нас будет подсознательная вина нас будет разочарованность у нас будет усталость от жизни и вот эта усталость от жизни я уже в этом говорил она не снимается не алкоголем не наркотиками не массажем эту пустоту нечем заполнить потому что ты живешь не на своем месте ты живешь чужой жизнью поэтому плохо второй инструмент как найти свое призвание вторая подсказка дорогие вы еще не устали потому что у нас еще тут есть еще тут есть материал сейчас посмотрю что вы там чате пишите потому что тут уже народ ушел с вебинара этот рассказу кому-то так идем дальше вторая подсказка как найти свое призвание друзья необходимо жить жизнью открытого сердца сердце наше это не то сердце которая кровь гоняет а духовный орган сердце это духовный орган через который импульсы приходят инсайты озарения да мы слышим голос высших сил высшего я и наше сердце человека может быть закрытым вообще ничего не слышит при открытым и полностью открытым друзья и чтобы найти свое призвание необходимо иметь открытое сердце и вот здесь подсказка слушайте есть абсолютно прямая связь между духовными практиками и открытым сердцем когда человек живет жизнь духовных практик молится медитирует уединяется время от времени где-то на природе созерцает отключается от шума этого мира в своей жизни практикует информационную гигиену что это значит ну день отключать соцсети в тишине побыть послышать что говорит вселенная что говорит сердце что говорит всевышний да то в этот момент сердце открывается она начинает говорить к нам но если человек не живет нету в его жизни медитации нету в жизни потому что у человека только два источника информации ум беспокойный и сердце и когда человек живет только в беспокойном уме ему будут идеи приходить вот что в по телевизору показывать соцсетях и он подключен коллективному бессознательному и такие люди они живут как роботы неосознанно и они думают что призвание у них какое призвание у меня призвание цель жизни чтобы у меня был 15 iphone чтобы я на таиланде отдохнул и шапе stories и тик токи снимал и это в инстаграме выкладывал вот классно ну и какая-то зарплата побольше все то есть это общество потребления то есть человек вообще не слышит что ему говорить сердце куда он думает что то счастье в айфоне да там или в чем-то таком но когда ты практикуешь когда ты молишься когда ты уединяешься когда ты отключаешься от беспокойного ума и твое сердце начинает в момент духовных практик раскрываться ты начинаешь слышать голос всевышнего ты начинаешь слышать голос высших сил ты начинаешь слышать голос своего высшего я не прям голос это приходит как импульсы это приходит как озарение это приходит как инсайты это приходит как откровение и чем больше человек практикует тем больше сердце открывается тем громче голос высшего я тем громче голос творца друзья вот почему у меня и школа духовного развития которая 7 месяцев длится да и мы первый месяц вот люди пришли в школу мы первый месяц изучаем практики которые соединяют нас творцом практики как сонастроиться со своим сердцем практике как научить свое сердце вспомнить чтобы она начала ощущать чтобы она раскрылась и мы целый месяц изучаем практике потом всю школу практикуем 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 для чего это нужно потому что открытое сердце она будет точно и громко указывать тебе туда ты идешь или не туда когда сердце закрыто человек как слепой котенок не знает и туда и туда одинаково но когда сердце открыто туда пошел тепло 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 горячо правильно иду сюда пошел холодно холодно мороз не не туда вы поняли вот сердце когда открытое это как радар ты точно будешь знать куда тебе надо идти тепло тепло горячо горячо о моё или куда не надо идти поэтому это очень очень важно дорогие найти свое призвание реализовать свое призвание когда мы находим свое призвание и реализуем свое призвание есть бонус есть приз за это какой первый бонусу приз это наша душа эволюционирует и второй бонус в следующей жизни если ты исполнил это призвание эту миссию тебе предложит творец лучшие реальности лучшие миры если не исполнил то пока будешь оставаться здесь обучаться потому что смысл давать тебе лучшее многогранное если ты не освоил простое и текущее понимаете поэтому призвание имеет два плюса во первых когда ты в призвании живешь ты в этой жизни радуешься ты в гармонии ты в удовлетворении и плюс следующей жизни ты идешь на повышение вот поэтому это тоже нужно знать дорогие и несколько слов хочу сказать о том что у призвания существуют враги дорогие вы знали что призвание существуют враги у нашего призвания есть враги у нашего призвания есть враги и эти враги есть внешние и внутренние вот внешние и внутренние внешние враги сейчас вам скажу такую мысль которая вы даже об этом не думали и люди об этом не подозревают очень глубоко это я вот просто показали мне я увидел такую глубину слушайте у твоего призвания есть внешний враг слушайте темные структуры темные структуры сущности и темные эгрегоры не хотят чтобы ты двигался в своем призвании еще раз повторю темные структуры сущности темные эгрегоры не хотят чтобы ты нашел призвание и исполнял его почему очень просто твое призвание когда ты двигаешься она гармонизирует тебя твое призвание несет пользу людям в призвании ты находишься у тебя покой мир радость вы слышите меня а темные структуры сущности темные эгрегоры они питаются энергией боли они питаются энергией горя они питаются энергией депрессии разочарования страха без обреченности беспокойство а для человека который живет не своей жизнью для человека у которого сердце закрыто человека который нет связи с высшим я с творцом если он живет вне своего предназначения вне своей миссии это его типичное состояние разочарование боль страх и в этот момент этот человек является донором донором для темных структур для сущности для эгрегоров понял они энергии этой питаются им невыгодно если человек эволюционирует осознанны в свое призвание он перестает он перестает транслировать низкие вибрации они ими питаются вы меня услышали вы поняли почему они враги следующие враги это часто от людей от близких даже от родных когда человек начинает двигаться в свое призвание особенно если ты делаешь то чем никто в семье не занимался друзья не занимались на работе не занимались люди так устроены что если ты на них не похож люди так устроены если ты непредсказуемый не похож на них это вызывает беспокойство страх они чувствуют как-то они не могут тебя контролировать они начинают обесценивать они начинают как-то высмеивать да какие-то палки в колеса ставить чтоб ты это бросил чтоб ты был такой как все был предсказуемым был такой вот милым парнем жил как другие не выпячивался не не двигался не слушал свое сердце а слушал что по телевизору скажут понимаете был там частью такого вот неосознанного до категории вот поэтому вы должны понимать как только вы начали двигаться в сторону своего призвания будет сопротивление может сопротивление быть и от темных сил и от людей но внутри будет хорошо внутри будет радость внутри будет удовлетворенность она там стоит какие бы ни были знаете сопротивление я говорил о том что если он тебя призвал он тебя поставил он тебе сказал иди никто тебя не остановит как сказал один мудрый человек если против тебя выступают танки значит и не комар поэтому когда идет сопротивление это комплимент это говорится о том что твой призвание очень ценно и полезно для мира и для тебя вот поэтому дорогие вот это важно понимать есть еще внутренние тоже враги призвания это когда например люди зависимы от мнения людей я видел людей которые узнавали свое призвание но там говорили люди ой он думает ой что про меня люди скажут не я не хочу быть странным белый ворона и отказывались от призвания или люди боялись выйти из зоны комфорта или люди не уверены у них низкая самооценка да этот внутренние такие враги но есть хорошая новость друзья я хочу вам сказать если вы пересмотрите все мои вебинары не только этот по 7 раз мои вебинары обладают таким терапевтическим действием они соединяют тебя с возвращают тебя к самому себе они восстанавливают связь со своей душой с твоим сердцем с твоим высшим я ты осознаешь кто ты в боге и кто бог в тебе и вот эти внутренние враги разбегаются а если ты еще придешь школу мою учиться которая раз год бывают друзья спросите у выпускников спросите кто учится моей школе есть побочный эффект я вам серьезно мы изучаем там разные темы а какой побочный эффект люди становятся очень уверенными люди станции тоже уверены дерзновенными просыпается это смелость почему потому что у нас происходит активацию этой божественной природы просто приходит осознание творец во мне а творец есть все творец во мне его днк его космическая божественная природа во мне он живет через меня он касается этого мира через мои руки он смотрит через мои глаза на этот мир о я продолжение бога в этом мире я имею божественную природу вот эта распаковка божественного происходит и когда это происходит не умом а сердцем ты понимаешь кто такие люди что мнение их кто-то сказал мнение людей это самый дешевый товар на свете ты не боишься идти в новое потому что ты чувствуешь поддержку ты чувствуешь этого исполин внутри тебя просыпается нету никакой низкой самооценки а кто-то сказал пошутил говорит после твоей школы я стал наглым духовно да ну в контексте не наглым а дерзновенным да смелым сверхъестественно уверенным да поэтому дорогие это очень такая большая инвестиция до смотреть пересматривать вебинары которые в открытом доступе да и особенно пройти обучение это очень сильно меняет и трансформирует дорогие поэтому вот эти внутренние враги они устраняются духовной жизнью и когда человек осознает кто он в творце и кто творец в нем дорогие оставайтесь с нами до конца у нас скоро будет медитация активация предназначения и перед медитация друзья я хотел такую важную мысль сказать перед медитацией вот не могу я коротко у меня должен был один вебинар быть призвание предназначения думаю много разделил его думаю буду час десять уже час двадцать три видите нельзя не микрофон давать никак не получается мне короче мне столько хочется вас вложить не столько хочется вам открыть на примерах разжевать чтоб оно дошло чтоб она выстрелила чтобы жизнь изменилась понимаете мне творец подписал со мной такой контракт чем больше жизни людей меняется к лучшему тем больше он не дает поэтому я заинтересован вашем успехе некоторые люди удивляются ряд слушай но никто такие вебинары не проводят проводят мастера там расскажет десять минут а потом рекламируют свои услуги там это консультации курсы зачем ты так выкладываешь это открытый доступ ну я говорю ты не понимаешь это это же не коммерческий проект школа это мне творец это мое призвание мое призвание быть активатором позитивных перемен в твоей жизни и я заинтересован не просто тебе что-то рассказать а чтоб она выстрелила чтоб она заработала и я готовлюсь так уже с разных сторон чтобы твоя жизнь изменилась чтоб передать тебе эти настройки чтобы передать эти вибрации чтобы дать от дошло чтобы ты осознал чтобы отложил старые шаблоны ненужные и нашел то для чего ты был рожден дорогие и вот такая такая мысль такая мысль перед медитацией друзья есть такой момент открыть свое призвание и когда мы открываем это мое призвание есть такой момент войти в призвание слушать это занимает процесс у каждого по разному иногда это год иногда это три у меня это понадобилось 10 лет до чем было чем масштабнее призвание тем больше этот процесс о чем речь многие люди совершают ошибку какую вот он работает на своей работе понимает это не мое и потом начинает узнавать какое призвание все ему показывают призвание надо в эту сторону мы только показали в эту сторону без конкретизации что делать человек он тут же моментально увольняется с работы переезжает с одного рода в другой надо кто-то разводится какие-то резкие движения делает этого делать не нужно не нужно узнав свое призвание что мое призвание другое увольняться с работы особенно когда у у тебя дети их нужно кормить когда у тебя есть жена или там муж до необходимо узнав свое призвание энергетически выстроить пространство чтобы войти в него необходимо узнав свое призвание начать молиться и в медитациях визуализировать ощущать как ты в этом двигаешься как это делать я рассказываю на вебинарах своих ключи к сотворению твоей жизни особенно вторая часть ты это рисуешь ты это ощущаешь ты это энергетически готовишь ты это выстраиваешь это неправильный подход когда человек узнает свое призвание бросает работу и дома семью не чем кормить не чем по по счетам платить у меня я работал много лет сначала в клинике потом фармацевтической компании и я знал свое призвание и она много лет было как хобби я направлял туда энергию я это изучал я в этом двигался и потом это стало основным делом я перешел в это это грамотный правильный подход узнал свое призвание необходимо начать молиться размышлять двигаться в эту сторону и ожидать от своих духовных проводников божественного правильного времени чтобы перейти туда потому что если вы впереди паровоза побежите пространство еще не готова призвание ваше а время не то время не то и будет разочарование опустятся руки хотя призвание ваше но вы должны были войти допустим через два года через три года в это а вы побежали понеслась ли по общавель тормози поэтому нужно с этим походить призвание узнав о нем это как познав его это как зачатие нужно это выносить в себе понимаете чтобы она в божественное время родилось до находится чтоб ребенок через три месяца родился через месяц когда люди любят друг друга но он должен выноситься 9 месяцев есть божественные сроки есть божественные времена и вот здесь правильное время вам скажет только всевышний и ангелы ведь они знают о призвании все поэтому нужно с ними контакт держать и они скажут тот сейчас настало время давай или не скажет тебе вот призвание правильное но еще не время начиная больше изучать начинаю углубляться выстраивая энергетически формирую его и когда наступит момент мы тебе дадим сигнал хорошо дорогие ну как как вы себя чувствуете да давайте мы сделаем медитацию у нас еще будут объявления или сделать объявление давайте друзья но хорошо давайте чтоб потому что после медитации это будет по энергиям неправильно друзья несколько объявлений буквально три минутки первое мои помощники все эти объявления будут под видео закреплены друзья некоторые из вас вы меня смотрите по ссылке с вами поделились но вы не подписаны на наш youtube канал подписывайтесь на наш youtube канал нажимайте колокольчик чтобы приходили уведомления новых видео также у нас есть новый канал youtube shorts где мы публикуем короткие ролики дорогие и у меня еще к вам есть такое предложение вы знаете что когда например у вас есть знакомые которые болеют а вы раз да а поделились ссылкой на медитацию исцеляющую нашу или например вы знаете допустим у человека страхи в жизни в раз какую-то практику с нашего youtube канал а поделились друзья в этот момент вы становитесь партнерами нашего движения в распространении света поэтому я вам я вас благословляю я вас вдохновляю делитесь делитесь тем что вы считаете ценными у вас есть знакомые близкие друзья и вы знаете вот многие люди они вот допустим кто-то в школе целью ряд как я благодарен что вот этот мой знакомый мне прислал видео причем он мне первый раз прислал я глянул потому что я или наша тема или сильно нравится или сильно раздражает и многие сразу да не что-то руками машет какой-то странный на наставника не похоже но говорит она мне еще раз прислала я что-то включил думаю на чем в этот раз скажет и раз как зацепило и я не оторвусь и жизнь поменялась и уже в школе учусь у меня уже получается друзья несите несите распространяйте наши медитации несите наши видно ранее в открытом доступе в открытом доступе такие материалы которые но многие ну даже за деньги такое не дают и это помогает людям вы становитесь партнерами друзья у нас есть социальные сети подписывайтесь у нас есть страничка в телеграме у нас есть страничка в контакте у нас есть страничка в инстаграме который запрещен российской федерации у нас есть страничка в одноклассниках у нас есть страничка в дзене и вот в телеграме у нас есть еще help chat это чат общения единомышленников и вы можете в него вступить и задать любой вопрос и там вам могут дать информацию у нас есть встречи единомышленников представляете вот на сегодняшний день в 21 стране 107 городов друзья давайте аплодисменты творцу дадим за три года с двух городов без единой копейки оттуда не вкладываю просто в потоке божественных способами 21 страна 107 городов проводятся встречи единомышленников школы михаила геева и они не коммерческие формате donation поэтому вы можете узнать список городов и можете присоединиться прийти а выпускники которые сейчас учатся школы могут после завершения школы открыть такие встречи в своем городе и в принципе все также мы даем ссылку для тех из вас кто чтит законы энергообмена которые гласят что если ты получил благо это полезно отблагодарить чтобы это закрепилась и закорилась тебе мы даем ссылку вы можете перевести донат если у вас есть на это отклик хорошо дорогие ну что вы готовы к медитации вы готовы к медитации в казахстане нету о чем ты говоришь анжелика в казахстане в трех городах есть павлодаре в астане и в алмате нету в казахстане когда что-то пишите не ерунды везде уже есть и в казахстане и белоруссии в украине и в польше и в германии и в англии и в италии в двух городах и в канаде и в америке в нескольких городах наше движение движется за три года 107 городов 21 страна и это вообще никакой не рекламы нету не она вот просто идет почему потому что то что мы транслируем то что я несу это работает это меняет жизни это приносит пользу и люди это чувствуют и откликаются и идут зачем вы спрашиваете есть или нет есть список городов зайдите в хелпчат вам дадут не сейчас что перечислять все города и страны в крыму есть спрашивают конечно в германии в нескольких городах в германии было на прошлых встреч а было 90 человек а вы спрашиваете есть или нет киргизии тоже есть все я больше не говорю сами потом посмотреть друзья медитация молитва это что-то между молитвой медитация будем активировать давайте сделаем вдох выдох раз фокусируем свое зрение а можно закрыть сделаем вдох выдох и как мы будем проводить эту практику я буду говорить фразы которые будут активировать наше призвание и делать паузу в этот момент вы про себя не вслух про себя будете их повторять и делать их личными своими ощущая это дорогие сейчас медитация активация нашего призвания дорогой творец любящий всевышний я благодарю тебя за то что ты любишь меня я благодарю тебя за то что ты заботишься обо мне направляешь меня я всегда в твоих руках любящий источник я благодарю тебя за то что ты привел меня в это пространство развития и эволюции в котором я получаю наставление вибрации настройки которые позволят мне войти в лучший слой моей жизни в лучший вариант моей жизни исполняю мое призвание я благодарю тебя творец за призвание и за миссию который ты дал мне это призвание это миссия от тебя я признателен тебе любящий источник за то что ты ведешь меня в это призвание и сегодня я хочу чтобы ты активировал мои духовные сенсоры о творец активируемое сердце активируй мои духовные сенсоры чтобы я мог увидеть чтобы я мог ощутить чтобы я мог почувствовать тот путь куда мне нужно идти о любящий источник покажи мне через ощущение моего сердца мое призвание всевышний покажи мне через ощущение моего сердца мою миссию и ту сферу который выбрала моя душа до моего рождения пусть это раскроется и пусть это прояснится для меня в это ближайшее время в эти ближайшие дни о любящий творец позволь мне ощутить и позволь мне увидеть и осознать мое призвание о любящий источник позволь мне ощутить увидеть и увидеть и осознать мою миссию это для чего я пришел на эту землю благодарю тебя творец благодарю тебя за то что сегодня ты напоминаешь мне что мое призвание она делает меня неуязвимым она делает меня защищенным от всякого неблагоприятного воздействия благодарю тебя за то что ты открыл мне сегодня что когда я нахожусь в твоем призвании я сокрыт в тебе я нахожусь под твоей юрисдикции я нахожусь в твоем свете и под божественным куполом твоей защиты благодарю тебя творец благодарю тебя всевышний за то что сегодня ты включил меня в божественный план вселенского благополучия благодарю тебя за то что я вплетен в это общее полотно мироздания в эту чудесную картину мироздания я благодарю тебя за то что ты сегодня напоминаешь мне что моя жизнь она имеет ценность для этого мира моя жизнь она имеет ценность для людей моя жизнь имеет ценность для тебя всевышний о любящий источник я благодарю тебя я прошу тебя дай мне силы идти за своим призванием дай мне силы и настойчивости быть верным своему призванию несмотря ни на какое сопротивление вопреки всем недоброжелателям дай мне силы чтобы я прошел свой путь до конца чтобы я исполнил свою миссию исполнил свое призвание я благодарю тебя я благодарю тебя творец я благодарю тебя любящий источник я благодарю тебя всевышний за этот эфир за все что здесь происходило я верю что так она и будет да будет да и так есть дорогие я рад я рад что вы со мной были до конца эти час сорок до хотя планировал час десять но видите в потоке если вы меня слушали были со мной значит мы на одной вибрации вибрируем и мы с вами единомышленниками друзья и увидимся я планирую продолжить эту тему и ждите подписывайтесь обязательно на наш youtube ставьте колокольчик на наши соцсети чтобы не пропустить следующий эфир тут я видел спросили как записаться в школу в школу можно записаться на сайте предварительная запись тоже помощники дадут ссылочку обучение начнется в ноябре 2024 года запись откроем наверно в сентябре в конце августа дорогие еще раз хочу вам сказать чтобы получить максимальную пользу от этого видео посмотрите его несколько раз я всегда говорю и вы знаете наверное надо сфотографировать скриншоты и выставить я часто говорю посмотрите все мои вебинары семь раз и ваша жизнь изменится мне люди пишут мы посмотрели ваши бинары по два раза настроение улучшилось энергии улучшились отношения в семье улучшилось внутри как будто хор поет глаза горят из ушей пар радость какая-то сонастроенность кайфовать стал от жизни только по два раза посмотрели вебинары друзья эти вебинары заряженные в них не просто слова поэтому я благословляю вас их пересматривать и те которые вы чувствуете полезные делитесь с близкими родными знакомыми до новых встреч я вас люблю увидимся пока пока и обязательно сейчас закончу трансляцию этого чата не будет а внизу комментарии напишите насколько вам полезен был этот вебинар потому что я не всегда отвечаю много но я все комментарии читаю и мне всегда это вдохновляет продолжать делать то что я делаю я это тоже знаете как одна из формы на рабе обмена написать благодарность признательность и ну дать обратную связь пока пока благословляя ваши дома и семьи пусть вас все будет хорошо и пусть ангелы ведут и оберегают вас всегда